Предисловие к книге Зоар 2 Где это запрещено Боже, сохрани А именно относительно сущности Творца Которую разум абсолютно и совершенно не способен воспринять И поэтому о нем мы не способны Ни мысли помыслить, ни звука, ни звука произнести Поэтому о нем мы не способны Ни мысли помыслить, ни звука произнести Но там, но там, где исследование, это заповедь То есть там, где исследуются деяния его, как заповедало нам в Торе Знай Бога Отца Твоего, служи Ему, Девре Айамим, 1, 28, 9 И говорит он также в песне о единстве По делам твоим мы познали тебя И вот исследование первое Как мы можем вообразить, чтобы творение было абсолютным множеством Что означает новую вещь, которая не содержалась бы в нем До того, как он сотворил ее Исследование второе Но совершенно невозможно обнаружить в нем То возникает вопрос Что это за объект О котором невозможно заключить Что у него есть Хоть какое-то место в нем Но он создан впервые Исследование третье По словам каббалистов, душа человека Это часть Бога Всевышнего И таким образом он ничем не отличается от души За исключением того, что он есть целое А душа есть часть И сравнивали они это с камнем Отколотым от скалы Ведь ничем не отличается от скалы За исключением того, что одна из них есть целое А другой часть И в связи с этим необходимо разобраться в следующем Понятно, что камень Отколотый от скалы Отделен от нее С помощью пепь, назначенного для этого топора И отделяется он от нее Как часть от целого Но как можно Вообразить Такое о нем Чтобы отделилась Счасть от сущности его Вплоть до того Чтобы вышла она Из сущности его И стала отдельной От него Счастью То есть душой И вплоть до того Чтобы стало Возможным Понимать ее Лишь как часть От сущности его Понимать ее Лишь как часть От сущности его